Вот здесь, где стоим, кучи были. И вон там были здоровые кучи. Кучи здоровые, а ситуация нет. Почти три года эта техника ехала на пересечении улиц Витебская и Минская. Старая техника, мебель и строительный мусор здесь уже выросли до высоты второго этажа. Сейчас свалку почти ликвидировали. А началось все с того, что рядом начали менять трубы и свозить сюда землю. За собой работнички так и не убрали. Дурной пример оказался заразителен, поэтому люди сами начали привозить сюда свой мусор. В итоге свалка настолько размножилась, что уже стала похожа на маленькое футбольное поле. И так продолжалось почти три года. И глина, и всякие плиты. Там у нас колодец специально для водоснабжения. Его заварили, прорвало трубу, и как откопали, сделали. Здравствуйте, а вы на каком основании сюда возите землю? А кто вам сказал? Начальник? Так люди и жили. Пытались ловить тех, кто складирует мусор, и писали чиновникам. В сентябре прошлого года наша съемочная группа уже приезжала сюда. Тогда нам удалось выяснить, что в администрации железнодорожного района знают о свалке. И даже взяли ситуацию на контроль. Но почему-то понадобился еще один год, прежде чем за свалку реально взялись. Если честно, мне кажется, ну, мое личное мнение, что это дело было перед выборами, что засуетились и начали убирать. Ну, как говорят, что не перед выборами, что оно и было в планах это убрать. Ну, что с трудом верится, как всегда. У нас же шевелятся только перед выборами. Теперь у местных жителей появилась мечта. Мы как бы вообще хотим, чтобы нам здесь сделали детскую площадку. Потому что столько частных домов, а у нас тут в округе ничего нет. Но это уже совсем другая история. Ведь с таким уровнем реагирования властей детскую площадку здесь будут ждать долго. А может, стоит дождаться следующих выборов. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком.